Символ веры и единства в день воздвижения честного и животворящего креста Господня в Серпухове осветили самой большой в Московской области поклонный крест. Духовный памятник установлен силами фонда «Русский крест», чьи освящение поклонного креста совершил архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Монументальный крест весом 12 тонн возвели еще в августе на Искусственном холме на Старо-Симферопольском шоссе около деревни Васильевская. Монтаж каменного креста состоял из трех частей, осуществлялся с помощью подъемного крана. Процесс установки, как и сама работа по созданию духовного символа, проводилась с особой тщательностью. Начало было согласование, рисовали, думали, ждали озарения, искали камень. В карьере выбираются огромные блоки. Из этих блоков мы берем самое-самое-самое. Для этого креста требование к граниту было такое, чтобы он должен быть как сахар. Выбирали эти блоки для того, чтобы они были идеальны, потому что крест необыкновенный, изъяна в нем быть не должно. Чин освящения поклонного креста провел архиепископ Подольский и Люберецкий владыка Аксий в сослужении благочинного Серпуховского церковного округа иерея Дионисия Коськина и духовенства благочиния. Человек полюбится, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вера укрепляется в нашем народе. Всякий, кто будет проезжать на автомобиле, на автобусе или проходить здесь, мимо этого креста, будет возносить Богу молитву, взирая на животворящий крест Господень. На лицевой и тыльной сторонах креста можно увидеть барельеф распятого Христа, который напоминает о важности духовных ценностей. Присутствуют старые славянские надписи. Выгравированы образы двух небесных покровителей Серпухова – Афанасия Старшего и Афанасия Младшего. Сегодняшнее событие – это подтверждение отношения Серпуховичей к своей земле и к своей вере православной. Конечно же, теперь, наверное, радостно становится на душе у каждого православного жителя, когда, проезжая мимо, ты видишь этот поклонный крест. Когда силы зла ополчились на нас, и оружие нацелено не только на наших детей, на нашу страну, нацелено на нашу веру, на наши ценности, на то, что дорого нам. И самое сильное оружие православного человека в этой битве – это наша вера и крест Христов. Организаторами мероприятия выступил благотворительный фонд «Русский крест», который помогает сохранять ценности православной культуры. Своё название фонд получил благодаря фильму с народным артистом России Михаилом Пореченковым. Когда-то создатель принял мученическую смерть во имя спасения рода человеческого. Это очень важный знак, это важные символы, которые должны находиться на нашей земле. Люди должны приходить, поклоняться, крестным знамением себя осенять и понимать, что вера православная жива и будет жить в русском народе. Идея духовного памятника смогла воплотиться в жизнь благодаря поддержке со стороны президента Международной ассоции бокса Умара Кремлёва и движения «Здоровое Отечество». Важно помнить, что наша сила действительно в единстве, и православная церковь всегда играла, играет и будет играть ключевую роль в этом. Одно из главных значений поклонного креста – охранные, и православные верят в силу животворящего креста Господня. Испокон веков русские города с четырех сторон ограждались поклонными крестами, которые защищают этот город. Мы очень рады, что такой вот крест появился теперь и в Серпухове. И на самом деле это большая радость. Теперь поклонный крест станет ориентиром для жителей и гостей Серпухова, где можно помолиться и просить благословения в пути. Субтитры создавал DimaTorzok